Нет, я конкретно не понимаю, почему Google считает это красивым. Почему мне стыдно на себя смотреть? Почему мне стыдно? Google делает мне макияж. Это писец. Всем привет! Сегодня мы с вами при помощи Google будем учиться делать красивый, прекрасный, замечательный, изумительный макияж, который всем понравится. Идею для видясика я увидела у моей подруги. Мою подругу зовут Рина. Блин, это очень смешно. Слушай, прям очень смешно. Теперь я видела все. Мы с вами будем сегодня делать окей Google, как сделать красивый макияж. Только, конечно, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, тык, прежде чем мы начнем. И мы начнем. Меня, кстати, Лиса зовут. Окей, Google, красивый тон лица. Так, смотрим первую картиночку, которую нам выдастся и будем ее повторять. Что такое красивый тон лица по версии Google? Да, эту же фотографию он предложил и моей подруге Рине сделать, так что мы возьмем с вами вот это. Тут прям целая схема есть по нанесению тональника и консилера в корректорах. Вот, прям сейчас ее будем повторять. Так, ну для начала я просто воспользуюсь моим обычным тональным кремом, потому что очевидно, что у этой дамочки есть тон на лице. Я возьму вот такой вот тон от Герлен. Просто, чтобы его взять. Не потому, что я его так сильно нежно люблю. Капнула себе на ногу. Я не очень крутая. Итак, я нанесла тональный крем. И теперь по схеме контурирования, которую предложила нам Google, я буду наносить макияж. Для этого я буду использовать вот такой вот контурирующий стик от NYX. Вот, видите, совсем его мало осталось. Я прям сейчас сижу и переживаю, что у меня он скоро закончится. И что поделать? Действительно, что поделать, когда заканчивается любимая косметика? Наверное, пойди в магазин и купить, не? Ага, эти блогеры совсем уже зажрались. Здесь идет, причем, довольно сильно зауженное лицо. Потом сбоку. Опять-таки, довольно сильно и много у нее здесь коррекции. И уходит на подбородок. Даже немножко скашивает подбородок. Ага. Дальше она выделяет скулы. Сужен нос. Хотя таким способом, я чувствую, я его не сужу, а наоборот только уширю. И прям до бровей он у нее доходит. И зона у волос, да, затемнена у этой дамочки. Окей. Но она, на основном, сделала линию упора, то у брусока гораздо шире. Поэтому я тоже сделала их шире. Так, здесь у нее, вот здесь вот больше идет разветвление. То есть нам надо чуть-чуть еще добавить, да. И, в принципе, с темным цветом все. Теперь я нанесу светлый. Светлый у нас наносится под губы. И вот здесь вот такой вот точкой. Потом сам нос идет. От носа вот какая-то елка. И вся зона под глазами у нее высветлена аж вот таким вот образом. Ну и дичь, я тебе хочу сказать, женщина. Как видите, я буду растушевывать кистью. Обычно такие вещи я растушевываю бьюти-блендером. Но он у меня исчез, потому что мой кот его ням-ням-ням-ням, короче. Я чувствую, что на моем лице кто-то умер. И очень плохо разложился. Потому что, мне кажется, я пятню. Я натурально пятню. Я потрогала свое лицо, и у меня на палец осталось пятно. Осталось пятно. Еще с тобой, еще с твоей русской девушкой. Идеальный тон и идеальная коррекция лица у нас уже достигнуты. Что же мы с вами будем делать дальше? Предлагаю следующим элементом накрасить нам глаза. Окей, гугл, красивый макияж глаз. Ой-ой-ой, я не знаю, как я буду это повторять. Капец, это же просто арабская ночь какая-то. Как сказала тельняшка в одном из своих видео. Арабская ночь, и что там еще, да, я не знаток. Я знаю, что очень многие из вас, как и я, постоянно зависают на Алиэкспресс в поиске крутых ништяков. И теперь у вас будет еще больше поводов открыть приложение. Алиэкспресс празднует месяц футбола и дарит всем скидки и подарки. Просто откройте приложение Алиэкспресс и трясите телефон вот так. В приложении можно выиграть бонусы и купоны. За сутки можно выиграть деньги на шопинг. Что для этого нужно сделать? Принять участие в викторине в прямом эфире Money на кармане. Суть викторины в том, что ведущий задает по очереди 10 вопросов. У зрителей есть 10 секунд на ответ. Правильно ответившие на все вопросы делят между собой призовой фонд. Выигрыш можно потратить на покупки на Алиэкспресс. Тем, кто уже пользуется приложением, нужно обновить его до последней версии. Иначе игру не получится запустить. В игре есть система бонусов. Карточка пропуска дает возможность пропустить вопрос. Дополнительная жизнь дает возможность ответить неправильно без вылета из игры. По ссылке под видео вы получите бонусную жизнь от меня. Как начать играть? Перейти по ссылке в описании, скачать приложение Алиэкспресс, в поиске ввести Money, включить уведомления, чтобы не пропустить прямой эфир. Всего будет разыграно 17 миллионов рублей. Удачи! Сейчас я беру подводку и рисую вот этот вот секси-гляз. Сейчас вы просто увидите все величие моего бьюти-блогинга. Вы мне постоянно говорите, что у меня примерно один тот же макияж. Вот сейчас я вам покажу. Я сейчас вам покажу короля макияжа. Самый великий бьюти-блогер, запомните. Самый-самый великий. Нет, лучше у бьюти-блогера, чем я. Подводка. Кисть для подводки. И чувство страха в сердце. Для начала нужно проанализировать. Стрелка идет от самого основания, поднимается сюда и рисуется... Как-то короче она рисуется. Следующий элемент это черные тени. Так, черные тени. Так, теперь мягко возьму, сглажу вот этот вот переход. Второй глаз. Ну что, вы уже вылавливаете мой томный взгляд. Дальше нам потребуется взять серебристые тени. Серебристые тени нанести их, а потом нанести поверх серебристых теней серебряные уже какие-то глиттеры или типа того, и прямо втушевать их вот в этот вот черный цвет. Ммм, я просто хюрем-сюльтан какая-то. И теперь серебряные тени. Так, теперь нужно еще раз пройтись подводкой и подвести так же снизу. Правда, как снизу подводить, здесь ничего не сказано. Просто с таким макияжем дома никак нельзя будет достаться. Нужно будет просто взять куда-то и пойти. Слишком много слова просто, хотя все на самом деле очень сложно. Теперь, очевидно, надо делать нижнее веко, и я буду делать его сначала тенями, а там как пойдет. Знаете, сейчас мне этот макияж напоминает уже не столько восточный, сколько макияж такого типичного гота вонючки. И я сказала фразу «Год вонючки» не для того, чтобы оскорбить моих нежно-любимых готов, а для того, чтобы подчеркнуть, что так плохо красится только год вонючки, а не true. Ну ладно, надеюсь, что ресницы сейчас все исправят, потому что все-таки аж такому активному макияжу нужны ресницы. В идеале они нужны накладные, но нет. Сейчас сделаю макияж, потом и пойду напугаю подписчиков в инстаграме. Так что, если вы еще не подписаны на мой инстаграм и не пугаетесь моих историй, которые упоротые я туда снимаю, то подпишитесь, пожалуйста. Вы знаете, я чувствую себя сейчас злее, чем чувствую себя обычно. Не потому что я разозлилась, а потому что мой образ такой. Хоть бери и снимай теперь все видосики. Так, сначала я бомбила и была недовольна, но сейчас я офигеть как довольна. По-моему, это вообще шикарно. Только, конечно, тут без визина для глазюшек незаменимо, никак не обойтись, но если я сейчас его капну, я просто понимаю, что мне все потечет, поэтому наблюдайте меня с моими красными глазами. Итак, ОК или Гугл? Красивые брови. Изображение по запросу красивые брови. Вы серьезно, да? Вот серьезно, вот это вот серьезно? К такому макияжу такие лохматики? Еще и рыжие. Ну ОК! Обязательно напишите в комментариях, считаете ли вы этот макияж супер-мега классненьким, пафосненьким и вообще ня, или все-таки лучше взять и поскорее смыть это безобразие своего лица. Ну что ж, брови у нас есть худо-бедные, глаза тоже есть, контуринг на лицем лице есть, теперь осталось, что сделать нам. ОК, Гугл, красивый макияж губ. Вот как его. Да-а-а-а. Да-а-а-а. Это песец. Реально песец. Значит, за базу взята обычная красная помада, потом на нее положили целую тонну глиттера и сверху покрыли блеском Так, у нас с вами у этой дамочки довольно-таки округлая форма губ, ретро я бы даже сказала, поэтому сейчас постараюсь повторить Так, буквально пару минут подожду и буду использовать вот этот вот карандаш Я вообще не уверена в том, что можно использовать этот карандаш, потому что он у меня еще реально со школы сохранился Причем, пришел, короче, я прокинула мой коктейль и сейчас Саид пьет его Что за кошмар? Ты совсем с ума сошел, что ли? Он пьет мой зеленый чай фракучино, матча-чай, господи, кошка Так, теперь к этому ображительному великолепию нужно добавить помаду, которой тоже лет я не знаю даже сколько Ну господи Так, и теперь остается блеск Ну, кажется, я стала выглядеть лет на 50, нет? Хотя, знаете, я не была бы не против, если я 50 лет так бы выглядела, очень даже ничего такая Окей, гугл, красиво нанести румяна Действительно Почему бы просто не взять ядренок розового румяна и еще хайлайтер, кстати Ну да, здесь только розовых румян не хватает, полностью согласна Так, короче, я сделаю румяна, а потом, знаете что? А потом мы позовем с вами моего мужа и спросим, как мой макияж Он не знает, как я тут накрашена, потому что он думает, что я просто обычно какое-то видео базовое снимаю Я улыбаюсь не потому что счастлива, а потому что я румяна наношу таким способом Интересно, найдется хотя бы один человек в комментариях, который напишет, что мне идет такой макияж И нет, это я не напрашиваюсь на комплимент, мне реально интересно Кто-то вообще подумает, что мне так ок Так, ну и конечно же, дополнить картину должен хайлайтер Хайлайтер это вещь, которая заставляет нас сиять Вообще, девочки, если вам 12 лет, а вам нужно выглядеть лет на 25, не знаю с какой целью Да нет, не на 25, на 35 То воспользуйтесь этим макияжем и друзьям Кенте, чтобы они тоже знали, как если что, вдруг выглядеть лет на 20 постарше А сейчас позовем мужа Солнц, подойдешь, пожалуйста, мне надо фокус настроить Подойдем Что, этот фокус сломался? Угу Как это он сломался? Что? Ты кого косплеишь? Я жду твои реакции на мой макияж Что ты скажешь? Это отвратительно ужасно То есть тебе не нравится мой макияж? Ты выглядишь как... не буду говорить Ну ты скажи Ну почему? Запуск идет? Да Ну вот поэтому не буду Не боюсь Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха